С тех пор, как на базе Щелковской юношеской библиотеки открылся экоцентр Добрый Пластик, здесь редко бывает тихо. Например, сегодня в субботний день здесь проходит электросбор, весенний своб, где можно обменяться ненужными вещами и еще кое-что очень-очень важное. Пойдемте. Сразу две большие экоакции организовали активисты среды роста. На электросборе жители экологично попрощались со старыми телевизорами, вышедшими из строя тостерами, гирляндами, для которых минувшая новогодняя ночь стала последней. Не суд, это приятно, потому что привлекать людей через такие большие акции, понятные, к раздельному сбору проще. Много людей принимают участие, и это здорово. Маргарита сдает накопившийся электрохлам каждые полгода. К сожалению, это зимой от нас ушел воздуховлажнитель. Ну что ж, такое дело, не выкидывайте же его на мусорку. Я считаю, что техника сломанная – это первое, что надо сдавать. Батарейки, провода, потому что это все не требует сложности для хранения, для ухода. Место много не занимает, а вред может нанести колоссальный. Вся бытовая техника и электроника, которую принесли участники экоакции, будет передана компании «Собиратор» для дальнейшей правильной утилизации. А разумно подходить к использованию вещей учат нас такие мероприятия, как свопы, куда можно принести ненужные вещи и найти что-то интересное для себя. Аня и Варя, например, обновили весенний гардероб. Мы ходим на такие мероприятия довольно часто вместе. Тут интересно, потому что довольно много разных вещей, которые можно забрать или посоветовать своим друзьям. Ну или можно что-то отдать. А вы что-то отдали? Да. Принесли там одежду, растения и книги. И можно дать вторую жизнь вещам, которые, например, тебе не нужны, а кому-то могут принадлежаться. Превращать вторсырье в большое доброе дело помогает благотворительный фонд «География добра» и много неравнодушных людей, поддерживающих их проекты. В этот день сразу две подопечные фонда принимали поздравления. Ксюше Катаной, чей сбор закрыли под Новый год, торжественно передали новую, мобильную и легкую коляску. А еще объявили о закрытии сбора для Маши Цукановой. Скоро к девочке приедут аппараты на голеностопные суставы, благодаря которым она сможет увереннее идти по жизни. Нам как бы размеры сняли, осталось только заказать. Ну там где-то месяц-два может быть на изготовление. И приедем, обязательно покажем. Продемонстрируем, да, Маша? Да. Конечно, хотим выразить слова благодарности всем, кто участвовал. Мы очень рады. Мы участвовали всей семьей, да, мы в споре. Вот, поэтому мы стараемся. И наша цель все-таки быть уже не подопечными, а по другую сторону, как говорится, припадать. Да, и стать волонтерами. Вот, и еще одна цель у нас все-таки встать на ноги. И мы к ней идем почти 17 лет, и надеемся, что все-таки мы добьемся своего. И эту коляску просто кому-то подарить. Да. Открывшийся в Щелкове в октябре прошлого года экоцентр «Добрый пластик» стал точкой притяжения неравнодушных людей. В экоцентр уже не первый раз объявляют сбор каких-нибудь вещей, гуманитарной помощи для жителей разных регионов Российской Федерации. Буквально недавно мы собирали вещи для жителей Белгорода. С 24 по 26 апреля экоцентр любой желающий может принести вещи определенные, и эти вещи поедут в Ордск. Сдать вторсырье, отдать ненужные вещи, принять участие в экоакции или сборе гуманитарной помощи – сегодня помочь ближнимам может каждый. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.